добрый вечер бро меня по-прежнему зовут лёха и сегодня я вещаю из поселок городского типа светличная луганской области у меня нету интернета мне нечего кушать кушать не есть у меня тут еще полтора килограмма овса оказалось в запасе хорошо короче приехал я вот это сюда удачно кстати очень удачно вокзал конечно ну короче есть светличная там 25 километра где-то от этого от лисичанска ё я не знаю ты бы видел этот же д вокзал в лисичанске это как это деревня африки это просто капец а вот я как-то один раз мы помогу супругой на нем выходили на то было ночью нас родители на машине забирали поэтому я не видел днем это просто прикол было у меня 33 варианта развития вчерашнего вечера а вот но трансерфинг мне наколядовал четвертый прикинь я тут подъезжаю в город ну вернее там вышел на центральном рынке иду на автостанцию на автостанцию иду рядом парикмахерша знакомая думаю сейчас сяду нотик включу телефон подзаряжу этот кому-нибудь что-то напишу и буду дальше решать ну и шо я на автостанцию а тут на автостанции стоит автобус на светличный а я а то прямиком сразу брыг и сюда приехал но у них короче расписание автобуса поменялось раньше он что без двадцати три по моему проезжал поэтому я на него как бы не рассчитывал но приехал вот единственное у меня такая позитивная очень новость хе-хе-хе не знаю позитивная или нет я не знаю как мне тут вопрос с интернетом решить у меня есть как бы этот интертелекомовский модем у меня тут даже антенна еще стоит ну ты-то знаешь сюда усилитель такой вставляется а вот антенна на лисичанс как бы оно то если ну это приконнектить все дело оно будет по антенке показывать там 90 или 85 процентов уровень сигналов но только от того что этот уровень сигнала и на это все равно нихрена нет этот гребаный интертелеком бабки дерут непонятно за что еще и звонят постоянно а чего мне нравится но он мне не нравится когда ты страницу вконтакте загрузить не можешь при этом когда у тебя уровень сигнала показывают 90 процентов а вот а по интернет короче местный тут фигня какая все кто здесь поселке живет уже давным-давно перевелись на шнур на этот на кабель а короче в этом доме он как этот роутер стоит антенна короче не роутер антенна стоит на улице по воздуху принимает этот вайфай ну а тут товарищ там ты на которая раздает этот вайфай которая стоит на школе она сломалась а то кто принимает здесь один единственный вот этот дом все больше никого нету и понимаешь какая фишка они хотят ну и что они конченые взять прийти поменять антенну там я не знаю полторы штуки гривен заплатить чтоб один единственный пользователь тут пользовался интернетом поэтому они как бы ищут ищут уже скоро будет как год как они ищут эту антенну а вот короче я не знаю что делать может я тут и не зависну надолго сейчас картоху выкопаю да и все и куда-нибудь поеду дальше тасоваться меню гитара есть можно будет разучить какой-нибудь романс булл будем короче это петь сектор газа с матами не сектор газа уже в прошлом ленинград будем мне нравится как его зовут не хоть забыл шнуров обалденный мужик мне нравится все его песни его творчество ценю и глубоко уважаю а вот что еще хотел сказать то я тут сегодня целый день плит тут короче дворик большой такой вот так я тут с веником по этот короче тут никто не жил весна пустота лето пустота короче плитка заросла травой там знаешь где-то веточки понасыпались пылюки о но записался короче а тут все я так поразгребал ну и тут ничего с картошкой предстоит воевать не знаешь не так тяжело так тяжело мне дается картошку копать чисто о мой чисто психо психологически знаешь почему потому что я глубоко осознаю что это настолько бесполезный продукт питания не то что бесполезный вредных вот и при том что он настолько трудно сама вот я не знаю у нас в обществе реально на некоторые моменты посмотреть ну когда как-то переосмыслить переоценить и потом обратно смотришь как 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 это знаешь уже назад оборачиваешься и думаешь почему этого другие не замечают вот не хотят ты даже когда бывает может как-то где-то расскажешь примером покажешь а все равно не хотят слышать и воспринимать но ни в какую вот взять картошку вот с точки зрения питательной ценности но в ней же ну практически ни хрена нет это гребаный один крахмал я не знаю я там не буду отрицать может быть там молодая картошечка может там с я не знаю там иногда там с укропом с маслом может это еще и ничего вот прикинь у нас людям головы забивают не забивают они уже забиты с поколения в поколение что картошка это как бы самый главный продукт питания ты представляешь сколько вообще силы надо вот чтобы ее посадить потом прополоть потом собрать а вот либо даже купить на это не дешевый не дешевый продукт я хочу сказать и он же бесполезный это наш хочешь есть картошку будешь вот уходить потом годом к 50 вот такой округленький с животом там я не знаю нет как как тебе нравится вопрос многие считают что я там худой страшный этот что таким как я нельзя быть вот я не знаю выбор конечно за каждым если хочешь в 50 лет выглядеть как я сейчас придется тебе браза отказываться от картошки я тебе так скажу я и в 50 лет буду точно также выглядеть как сегодня ничего не изменится ну как бы морда конечно на мордаха постареет а так картоха от него первых прет ну понятно там нашу каждого человека там своя как бы генетикой присутствует но тем не менее картошка это это же еще жареная кстати на картошку жареную поставляешь ну в гостях был я как бы не отказываюсь знаешь ничего если больше ничего нету вот так тихонечко поел пожевал харе крутить не стал а вот но тем не менее знаешь одно дело раз в жизни вот а другое дело когда-то постоянная еда твоя на твоем столе вот чё жрать даст сразу же возникает вопрос а чё жрать чё тел я скажу чё жрать вот к примеру я вот сегодня вспомнил ну не то что вспомнил когда этот овес нашел и подумал я с марта месяца я просто заказывал несколько раз март апрель май июнь июль август 6 месяцев съел 30 килограмм овса это много либо немного и овес поймаешь фишка в том что вот овес это реально уже полезный продукт это тебе не один крахмал но там кое-чего побольше есть и точно так же за горит картошка идет во всем блюдо в какие блюда в жареную картошку вареную картошку в суп врагу я ну видишь от этого всего ним овес тоже с овса можно делать овсяные хлопья можно просто овес пророщенный есть можно и делать овсяные печенье из овса из овса можно делать овсяное молоко из овса можно делать овсяную сметану из овса можно делать из овсяной сметаны можно делать там всякие смузи это я понимаешь это я еще это только я то что придумал. Можно, наверное, из овса делать значительно больше всего. Но овес это классная штука. Или зеленая гречка. Или лен. Так вот, просто тебе даже взять. Вот килограмм овса. Короче, я брал по 10 гривен. Овес голозерной. Просто 10 гривен килограмм овса. И я тебе хочу сказать, что килограмм овса, друг, это тебе не килограмм картошки, которую ты еще почистишь, потом пожаришь, выборишь, и тому подобное. Ты килограмм овса, когда замочишь в воду, с него получится столько всего. Интересно. Ну, я шучусь. Ты понял, в смысле, что он разбухнет, его станет больше, он прорастет, в нем там короче, что-то поменяется, что-то станет больше. Правда, неправда, но говорят, когда там такие зернышки проклевываются, у них очень ну, помимо того, что меняется сама структура белка и там чего-то еще. Оно уже наполовину, типа, как бы усвоенное. И типа там в 10, 20, а то и в 30 раз концентрация всяких вот этих витаминов увеличится. Ну, может, это брехня. Понимаешь, всему верить тоже, как бы, смысла нету. Ну, как бы, самый лучший, как это, тестер, это твой собственный организм. Потому что его ты не обманешь. Э, куда экран пропал? Ты знаешь, так-то я хоть на себя смотрю, хоть не скучно. Это. Вот. Так что, если у тебя все-таки возникнет желание переосмыслить это, переоценить и подумать, нужна ли тебе вообще картошка в твоем рационе, то я и на что ее заменить? Вот я тебе говорю, можно ее заменить на оверс, гречку и семена. Вот я просто нашел, не, я ее, в принципе, и так давным-давно мил. Я считаю, что картошка, это, честно тебе скажу, это еда для свиней. Вот. Это мое мнение. Ну, так, когда-никогда можно поесть, там, знаешь, или когда вообще есть нечего. Вот. Ну, проще и честно, и дешевле, и ты потом на таблетках сэкономишь, если ты будешь вместо картошки пихать ее во все подряд. Это кушать зеленую гречку, лен и овес. Я тебе зублю. И чувствовать ты себя будешь, ну, просто как бог. Вот. Ладно, бро, я не знаю, может быть, завтра в городе где-нибудь приконнектюсь, это и скину этот видосик тебе, а то ты, может, думаешь, что это, а тут же ж война, буферная зона, понимаешь, танки сэта. А то с одной стороны, а ЛНР с другой стороны. Может, ты думаешь, что этот уже пропал. Нас тут так просто не возьмешь. Так что, давай, не грусти.